Форма и содержание Что поют, мы не понимаем, что читают, не понимаем На самом деле, вы знаете, сегодня я вот, ну вчера, вчера, я каждый день пишу, очень много, очень много пишу Но пишу, размышляю, мне разговаривать не с кем, я сам с собой разговариваю и пишу И вот для меня главное дело, можем ли мы сегодня организовать нормальную жизнь Вот можем ли мы сегодня организовать жизнь такую Я пишу, нельзя ее организовать Почему нельзя эту жизнь организовать? Разрушены основания, вот основания разрушены Вот это очень важный момент Когда приходится встречаться с разными группами людей Студенты, школьники Ну, самые разные возрасты, профессии Я студентам спрашиваю Скажите, что важнее, любовь или брак? Любовь или брак? Все говорят, любовь Кто был в браке, как вы? Каждый день любовь, да? И вот, значит, у них, как только любовь уже не будет, любви Надо к другому уже уходить будет Да Брак – это форма, брак – форма А внутри этого брака Совершается очень тяжелый крест Несение тяжелого креста И вот на сегодняшний день нас чему-то не научили Еще раз возвращаюсь к истокам Возвращаюсь к жизни нашего народа Наших родственников Ваших родных Моих родных До 17-го года Ребенок, который был в утробе матери Мать выбирала лучшего мужчину Лучшего Чтобы зачать ребенка Лучшего Трудолюбивого Терпеливого На лицо не смотрели На лицо не смотрели Какой нос Какие глаза Какие там подтяжки Смотрели Трудолюбивый ли Ответственный ли Совестливый ли И когда Рождался ребенок Конечно он когда жил Телефонов не было Пересудов не было Вы знаете Некогда было ходить по гостям Некогда Потому что не оставишь животных Не оставишь птиц Не оставишь землю Что такое один день Для сельскохозяйственного человека Что такое день для купца Один день для купца Не успел поспеть на ярмарку Все Поздно Пришел поздно Настолько была жизнь Отлажена Жестко отлажена Она была Настолько жестко Отлажена Что люди были Совершенно другого духа Другой силы были люди Смотрите За тысячу лет Мы только защищались Все время защищались 700 лет Из тысяч лет Только защищались Воевали Но свою землю Никто не отдавал Потому что народ Не жалел Свою жизнь Отдать за мать землю За мать родину За мать которая родила За наш язык За нашу культуру Поэтому все Что я сейчас вам сказал Все сегодня разрушено До предела Еще 28 лет Приехал в Иваново Назад 28 лет я назад Приехал в Иваново Я еще застал людей Которые родились Ну в самом начале Вот века 20 И когда я их исповедовал Говорил Задал Я задаю 55 вопросов На исповеди Каждому человеку И задавал им вопрос И говорил У вас есть какая-нибудь вина Что вы Что вы Что вы Батюшка Что вы Простите Есть ли вина Какая-нибудь Перед родителями Что вы Батюшка Как Ты никогда Не повышала Голос на родителей Что вы Нет Конечно Никогда Ты никогда Не осуждала Своих родителей Упаси Господи Ты их Никогда Не обманывала Никогда А как я могу Обманывать родителей Если Господь Видит Что я обманываю Мы разрушены До основания Нет нашей вины В этом Это время Мы такое живем Время с вами Смотрите Что в одном Из псалмов Говорит Если разрушены Основания Что Подделают Праведники Вы знаете Сегодня Вам Родным Моим Близким Потому что Каждому В глаза Смотрю Мы уже Роднее Родных У меня Ничего В жизни Нет Кроме того Чтобы Служить людям Ничего Вообще Больше Ничего Вы скажете Что вы хотите Я вам отвечу Что я хочу Я хочу Служить людям Но можно Служить людям Так Стать на дороге И когда Придает человек Который не может Перейти Перевести его На ту сторону А можно Служить людям Знать Что такое Здоровье Как его Наладить Что такое Отношение Между людьми Как научить Людей Организации Как людей Научить Управлению Как людей Научить Порядку Смотрите Слово Порядок Корень Ряд Ряд Все что Наряду А если Нет ряда Этого Нет иерархии Все Разрушится Я Я не понимаю Система Образования Я ее Просто Не понимаю Я задаю Вопрос В разных Классах Я очень часто Бываю в школах Дети Чем физика Отличается От химии Не понимаю Чем биология Отличается От химии Не знаю Чем пруд Отличается От озера Не знаю Вы понимаете Что-то Не тому Нас учат Не тому Может быть Нам и не нужно Это Геометрия Алгебра Может быть Лучше бы Арифметику Хорошо научить Считаю С классом Прихожу С классом Считаю Начинаю Дети Давайте Восьмой Девятый Класс Один Прибавить Один Все Радостно Два А я дальше Два Прибавить Два Четыре Прибавить Четыре Восемь Прибавить Восемь Идут До тысячи Все Остановка Остановка Отсутствует Полностью Внимание Внимание Отсутствует Полностью Давайте Привожу Пример Вам Ну Вы Наверное Лучше Меня Русский Язык Знаете Конечно Семь Прибавить Пять Одиннадцать Или Одиннадцать Двенадцать Вот Видишь Попалось На первом Ряду Сидят Отличники Поэтому Мы Каждый раз Попадаемся Потому что Со мной же Шутки Плохие Понимаете Да Такая Прямо Смотрите В глаза Мне Двенадцать Поэтому Я хочу Сказать Что Ничего Не Получается Сегодня И вот Сегодня Это я Все Подвожу Вас К тому Чтобы Вы Поняли Что такое Пасха Смотрите Смотрите Христос Добровольно Идет На Смерть Добровольно Это Смерть Жизни На том Кресте Который Он Сам Несет Задаем Первый Вопрос За что Христа Распяли Кого Он Тронул У кого Он Отнял Жену У кого Он Взял Чужое За что Распяли Христа Вы Только Подумайте За что Оказывается За то Что Он Называл Себя Сыном Божьим По Еврейскому Народу За это Нужно Распять Лишить Человека Жизнь А кто Он Был Если Он Творил Такие Дела А кто Он Был Чей Он Был Тогда Сын А Разве Отец Не Сказал Сей Сын Мой Возлюбленный Это Слышал Иоанн Креститель Это Слышали Три Ученика Его На горе Фаворе А кто Это Сказал Поэтому Сегодня Нам Нужно Не Просто Формой Заниматься Не Просто Формой Вошли В храм Перекрестились Мы Наложили На себя Крест Мы Говорим Мы Готовы Господи Нести Свой Крест А Готовы приехала ко мне одна женщина, которая сделала больше сорока абортов. Больше сорока абортов. Больше сорока душу погубила. Поэтому как нам сегодня войти в состояние морали, совести, нравственности и духовности? Как войти? Поэтому сегодня величайшая радость. Смотрите, вы вдумайтесь только. Вот стоит Христос, за которым тысячи людей ходили, тысячи, где Он появлялся. Он мог людей освободить от любой немощи, от любой, воскресить мертвых. Все. И вдруг смотрите, что Он делает. Он соглашается на смерть. Он умирает. Наши родители отдали свои тела, и их тела умерли. Родственники тела отдали. Наши родные, родители, знакомые, учителя, их нет. Они отдали свои тела. Они же назад не вернулись. Он отдает свое тело и показывает нам через тело все грехи. Потому что в теле есть органы чувств, нервная система. Вот здесь все наши грехи в теле. И дальше смотрите, что у вас совершается. Зачем Он идет на эту вольную, добровольную, крестную смерть? Зачем? Затем, чтобы люди, которые находятся, души людей, которые находятся в аду, закрыт. Ад закрыт. Дальше движения нет. Ад закрыт. Читайте Гомера. Читайте кого угодно из древних. Все знали, что люди не умирают. Души их остаются вечно живыми. Но где? В аду. Одиссей куда спустился? В Аид. Где была душа его жены? Вот в чем весь смысл. И Лазаря, которого воскресил Господь, Лазаря, которого воскресил Господь, который уже был четыре дня мертвым, тело начало распадаться, потому что душа уже вышла. И Христос, как Бог, вернул эту душу три раза, трех человек воскресил из мертвых. И вдруг сам отдает это тело на распятие, сам отдает тело на добровольную смерть. Зачем? Он сходит в ад, выводит людей, которые праведники были, в Царство Божие, и начинается отбор душ для Царства Божьего. Начинается новая эра от Рождества Христова. Вот в чем весь смысл. И что дальше он делает? Возвращается назад в свое тело. И назад возвращается. И дальше торжество. Сорок дней ходит по земле. Является ученикам своим. Когда он явился ученикам, один ученик отсутствовал Фома в это время, он еще раз пришел. Еще раз ради Фомы пришел. Сорок дней ходит. А дальше на глазах у своих учеников возносится к Отцу Небесному. Такого в истории человеческого рода никогда не существовал. Вот что это такое. Когда мы говорим «Христос, воскресе!» Да, мы отвечаем «Воскресе, Христос! Воскресе! Воскрес Христос!» Но что Господь желает, чтобы мы воскресли? Как мы можем воскреснуть? Нужно освободиться от тех грехов, которые мы называем на исповеди. Нужно их больше не совершать. Попробуйте их не совершать. Они требуют «давай снова совершать». Поэтому я умоляю и прошу вас, размышляйте о жизни. Размышляйте о каждом дне своей прожитой жизни. День, год кормят. Бывает одна встреча человека с другим человеком погубит его навсегда. Наш ребенок, внук, сын, дочь могут один раз увидеть какие-то кадры в интернете и погибнут навсегда. Поэтому мы, священники, знаем столько тайн о каждом человеке. Иногда сам человек о себе этого не знает. Поэтому сегодня я прошу и умоляю вас, размышляйте о жизни. И еще открываю вам тайну. Сегодня на Земле живет 7 миллиардов 800 миллионов человек. А спасение совершается на личном уровне. На уровне каждого отдельного человека, а не на уровне всех. Пусть будет в монастыре жить 500 человек, а спасение на уровне каждого человека. Когда мы идем на какую-то работу, мы все работаем, нам всем нужно. Когда мы воюем, мы все воюем. А когда мы приходим в церковь, каждый приходит в отдельности. Здесь каждый стоит. Вот каждый. Вы каждая личность. Каждая личность. Учительница пришла 25-30-40 человек в классе. Она говорит всему классу. А мы, священники, занимаемся с каждым. Надо каждого из вас привести и самому еще прийти в Царство Божие. Поэтому размышляйте о чем? Наша жизнь очень короткая. Как день. Просыпаемся, не успеваем оглянуться, день уже прошел. Вот так же будет когда-то у нас последний день. Все. Чем мы отличаемся с вами от тех родных, которые уже ушли из этого мира? Мы еще можем что-то изменить в нашей жизни. А они уже не могут. Поэтому я желаю вам сейчас никуда не уходить. Месяц будем стоять. Не есть, не пить, не спать. И через месяц, как ученики сказали, когда Христос им сказал, друг наш Лазарь умер, они сказали, пойдем и умрем с ним. Спасибо вас, Господь. Желаю вам радоваться. Я вас предупреждаю, чтобы вы не обжирались. Вот. Поэтому будем вас ждать каждый день и будем смотреть, кто нашел, а кто вернулся с поля боя. Сейчас начнется поле боя. Спасибо, Господь. Господь. Желаю всех благ. Говорит, здоровья желаю. Одна женщина ко мне подходит и говорит, Владыка, я желаю вам здоровья. Как ваше здоровье, Владыка? Я ей отвечаю и говорю, мое здоровье коровье. Она говорит, почему коровье? Да потому что, говорю, корова ест одну траву, а доит, кто хочет. Так что спаси вас, Господь. Смотрю на жен, чтобы жены не бросали мужей. Мужья, чтобы не изменялись женам. И детьми много занимайтесь с детьми. Дети, как только рождаются ручки, чтобы работали руки. Руки. Слов меньше говорите. Все время, чтобы руки работали. Все, давай подай, принеси. Это дай, это дай, это дай. Руками, руками. Все время. И у них будет расширяться сознание. А когда расширится голова такая, ох, тогда будет здорово. Спасибо, Господь. Вы знаете, если бы вы знали, как я вас люблю, а здесь я выхожу, такая радость. Говорю и смотрю ваши глаза. А ваши глаза показывают вашу душу и ваш внутренний мир. И смотрите, уже почти что утро, а у нас замечательное настроение. Но вы слышали новость? Сейчас мы начнем еще раз службу. Повторим. Поэтому я от вас всех благодарю. Хор наш. Хор благодарим. Вы знаете, они уже дошли до такого состояния. Я когда с ними служу, я все думаю, сейчас выпадут со второго этажа. Но еще ни разу никто не выпадет. Спасибо, Господи. Ну давайте хоть немножко почистим гору. Христос воскресе! Христос! Аминь!